Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы много что видите в мужчине, это факт Много что понимаете, видите Но есть один момент, который вы должны учитывать, когда вы делаете выводы свои Этот момент очень простой Вы должны смотреть за поведением человека Потому что он может сильно реагировать на ваш взгляд Может быть вы ему нравитесь Может быть ему нравится какая-то девушка еще сильнее Может быть он имеет обязательства Ну в общем, все начинается с поступков Вот у мужчины Вот мужчина знакомится Начинает общаться Ждет свиданий Чего-то хочет Тогда можно о чем-то говорить Но когда он ничего не делает То говорит не о чем То есть само по себе, что Он на вас реагирует Это ни о чем не говорит Говорит только поведение Когда мужчина хочет Добивается Пытается как-то общаться Сзаимодействовать Знакомиться Дружить Это значит, что он Ну вы имеете на него права Другими словами А если он ничего не делает То вы не имеете права И вы запомните такую вещь Женщины, девушки, дамы Запомните такую вещь Что если вы Влюбляетесь раньше Сильно влюбляетесь раньше В человека Чем он в вас Вы его потеряли сразу Потому что Если вы влюбляетесь Вы теряете себя Вы теряете достоинство Вы теряете красоту Вы теряете Силу внутреннюю Девушка должна быть счастливой Жизнерадостной На парня посматривает И смеяться над ним Так Вот подаришь На чередичке Вы еду за тебя Все Вот так примерно Тогда Тогда О чем-то можно говорить И он добивается Он как бы Меркраснее Обледнее Закателось мне сказать Станем не тревхой Золотки Новый Встречается Ничего не сказать Ему не захотелось А там На консультации Кто-то сказал Мало У нас Ну Не является Основанием Что Поддерживает Девушки часто Много выдумывают Сочиняют Потом влюбляются А потом ждут Годами Потом оказывается Что ничего не было Это опасно Как мысль Очень опасно Поэтому Не заморачиваются А? Не заморачиваются Ой Вот Девушки Поймите меня Мои хорошие Если вы видите Что вам Интересуется Человек Никогда Не заморачивайтесь Если вы Счастливая Веселая Жизнерадостная Не обращаетесь Сильно много внимания Значит Он ваш Как только вы Заморочились Значит Вы начинаете Натерять Начали думать Начали страдать Краснеть Бледнеть Все Вам только Вы только Теряли Вы будете Приобретать Когда вы Смотрит На него Сменивайтесь Счастливая Жизнерадостная Ля-ля-труй-ля Когда вы Сильнее Женщина Сильнее Когда в отношениях Создается Семья Мужчина Когда сильнее Это получается Мать Одноночка Одноночка В общем случае Поэтому Станьте сильнее Будьте сильнее А сила Человека Всегда зависит От связи С Богом Вот у меня Вчера была С утра Лекция Потом Консультация Потом еще Общение С Богом Благов Потом Еще одна Лекция Я вечером Говорю У меня нет сил Пошел В вашу речку Залез Часто стоял На солнышке И все Еще зарядку Сделал Отлично Нужна сила Сила Достоинства И красоты Исходит От Бога Нужно Контакт Со святостью Молитва Нужно Зависеть От Бога Всегда Это Бог Решает Вот вы Решили Сейчас Что это Ваш Что это Это Бог Решает Он Вашего Человека Вам Пошлет Он 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 Решает Бог Как Это Решает Он Вдохновляет Мужчину Действия Если Действия Нет Нужно Действия Мужчина Все Доказывает Действиям Поступками Нужны Поступки Нет Поступков Нет Мужчина А Есть Еще Незрелый Мужчина Может Он Любит А Не Может Подойти Потом Не Сможет Соблажение Сделать Потом Ничего Не Сможет Так Знаете Кто Так Нужен Всегда Когда Девушки Женщины Дамы Пожалуйста Всегда Когда Вы Видите Что Молодой Человек Смотрит На Вас Интересуется Вам Но Не Подходит И Ничего Не Делает То Всегда Вспоминайте Песни Одну Песню Вспоминайте Которую Я Сейчас Включу Хорошо Вспоминайте Песня Песня Вспоминайте Песня Песня Вспоминайте Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Вопрос в том, что... Таня, извините. Понимаешь, что мы сможем? Ну, нормально. Может, он. Это уже не нормально. И ситуация, когда висла. Стала слушать ваши лекции, вот, ну, последние недели. У меня ощущение, что пошла... Ссора – это нормально, главное, чтобы не ушло. Ну, ладно. Вот, пошла и не обделать буквально. Ну, мне так кажется, что... То есть, что у меня есть спокойствие, есть осознание, что делать. И я... Сколько же веки в месяц? 20 с лишним лет. Вот. Дети есть? Да. В последнее время отношения нормальные или холодные с вами? Ну, прохладные. Плохоладные. Плохоладные? Плохоладные. Прохладные. Вот так бывает. То есть, если люди постепенно не приходят к духовной жизни, то жить друг для друга долго и невозможно. Люди устают друг от друга, холод становится в отношениях, и они ищут что-то другого. Счастье себе ищут. Если духовная жизнь есть, то люди более высокого счастья ищут. Они не ищут новую женщину. Шило-мило не меняют. Поэтому всегда женщина должна в своей семье увеличивать духовность. Надо, чтобы у мужчины проснулась совесть. Потому что если раньше, чем проснется совесть, закончится ваше чувство, они обязательно закончатся. Потому что есть чувство симпатии, а есть чувство чистоты, верности. Это более высокие чувства. Они сохраняют людей вместе. И эти чувства идут от отношений с Богом. Если Бог есть в семье, то семья не разваливается. Нужна верность, нужна чистота в отношениях. Это более высокие чувства нужны. Тогда семья не разваливается. Но если вы не культивировали это в вашей жизни, то мужчина сваливает обычно. Как в данной ситуации поправиться? Нужна молитва. Нужна устанавливать отношения с Богом. Молитва по поводу? Молитва. Послушайте. Все, кто хотят понять, что это молитва, послушайте мои молитвенные тренинги. Найдите национальные молитвенные тренинги. Там как настроены молитвы, потом на подвижное положение тела. Болимся там, потом дальше на свой полет. Вот это тренируйтесь. Пробуйте, как побеждать. Пробуйте. То есть это час? Ну, то есть сколько надо убегать этим временем? Ну, хотя бы час. Это бы час. Час, где? Первое садик победной судьбы – спокойствие в сердце. Второе садик влияние – вы общаетесь с ним, у вас ничего не дрогнуло, спокойно, по-доброму вы сильнее. Потом дальше он начинает меняться. Третье садик победной судьбы – и возвращается. Сейчас идет плохой период. Молодца будет? Плохой период в отношениях ваших начался 3 месяца назад. И он продлится еще 4-5 месяцев. Но вернется после этого он или нет, я не знаю. Это зависит от многих факторов. От ваших отношений, от доброты, от совести, от насколько он развитый человек. Потому что не развитый мужчина ищет уже новую женщину в свет. Собина в голову без следов. Мужчина начинает искать молодую девушку, не хочет наслаждаться дальше. Могу жизнь начинает. Это обычное дело. Ну, то есть, что-то именно как работа и дальше измолитет, да? Хорошо, я сейчас вам буду объяснять. Любые отношения должны превратиться в светлую память, в чистоту. И это означает, что Бог должен быть в центре. Если Бога в центре нет, все гаснет. Вот когда люди влюбляются друг в друга, Бог в центре, потому что Он эту влюбленность дает. Влюбленность – это энергия Бога. Люди не могут влюбляться друг в друга. Это Бог им открывает друг друга. И эта влюбленность какое-то время хранится в семье, а потом она гаснет. Потому что люди должны до этого времени уже развить в себе чистое отношение. Чистое отношение основано на том, что Бог в центре в семье. Да, Бог в центре, то они очищаются с помощью веры, чистоты, возвышенности в отношениях. Ну, через служение друг другу, заботу. Ну, допустим, вы вместе живете ради квартиры, ради машины, ради детей. Это подразумевает заботу друг о друге. Нет. Вы просто живете, у вас совместная, так сказать, деятельность, направленная на ваши планы семейные. То есть работаете ради квартиры. Вы друг другу что-то делаете в этой времени? Нет. Работать ради детей. Дети о детях забыть. Друг о друге забыть смерть. Как сделать так, чтобы вы обратили друг на друга внимание? Человек должен понять такую истину, что любовь надо культивировать. Означает, просто жертвовать свое время ради человека, даже если он на тебя не обращает внимания. Просто заботиться о нем, желать ему счастья, по-доброму к нему относиться. Уделять ему силу и время. И у него благодарность в сердце возникает. Начинается такой чистый обмен. Чтобы на это силу иметь, нужна духовная практика. Потому что корыстное настроение, мне-мне-мне, оно не подразумевает желание служить. Желание служить – это противоположное желание. Противоположное желание жить для себя. Все люди в основном чем занимаются? Они для себя зарабатывают деньги, для себя растят детей, для себя копят на квартиру, на машину. Все делают для себя. Здесь нет бескорыстия. Бескорыстие… Любовь в корысти не живет. Оно живет только в бескорыстии. Любовь кончилась, человек ушел. Любовь подразумевает совесть. Совесть – это энергия Бога, это Бог. Сердце в виде совести на то есть. Почему он ушел? Потому что нет совести. Я вижу вашего мужа, он… Ну все равно, как вы будете жить? А это значит нет совести. Нет светлой памяти о вас. Просто вместе пожили, понаслужали свои зашли. Жизнь без Бога и смысл. Ничто не задержит человека. Ни дети, ни жена. Человеку хочется счастья. Счастье означает наслаждение. Есть духовное наслаждение. Оно чистое, светлое, высокое. Но до него надо дорасти. А есть обычное наслаждение. Просто молодое женское тело и все. И если человек не развит, он будет бросать. А развивать его, ну, должна жена. Это ее долг. Она потом и отвечает за то, что он не развился. Как развивать дома? Как развивать? Да, алтарик дома поставить. Когда готовишь пищу, молиться. А свеченная пища, когда он пушит, у него меняется сердце. Нужно, чтобы духовная музыка в доме играла. Ну, да, нужно вечером включать духовные фильмы, чтобы смотреть. Так, а сейчас он не тут. А? А сейчас же он не тут. Мне спросили, как развивать. Я начинаю, чтобы включать, как развивать. Какой сейчас развивать? Я не знаю, какой сейчас развивать. Нужно молиться, чтобы Бог сердцем его начал действовать. Получится? Нет, я не знаю. Это от него зависит. Никто человеку не может заставить вернуться. Это его выбор. Винхи, почему вы беспокоитесь о том, чтобы он вернулся? Нет, потому что есть семья. Потому что вы женщины. Вы лучше понимаете важность семьи, важность того, чтобы было единственное. Женское сердце лучше понимаете. Но оно должно стремиться к Богу, женское сердце. Если оно стремится к квартире, к машине, это мужика не сохранит. Я такого не видел никогда. У всех один и тот же результат. Если в семье нет Бога, мужика тоже не будет. Будет новая баба. Это закон природы. Если женщина не идет к Богу в семье, не развивает духовные отношения, мужчина уходит в другое. Все. Это закон. Поэтому пока не поздно, начинайте. Вы связаны с ним сердцем. Ваше сердце начнет очищаться, в нем проснется совесть. Вы начнете от него думать, в нем проснется совесть. Думать, ну, то есть, в детстве это, получается, молитва. Нужно теперь вам образование. Образование нужно. Вам надо слушать семинар «Победный циклой». Разные, сказать, семинар «Победный циклой». И слушать их. Там конкретная тема. В ютубе все есть. В «Аскар» вернуть мужа. В конкретную. А? Ну, началось уж. Да, слушать, как вернуть мужа «Победа над судьбой», как организовать свою духовную жизнь. Все есть. Изучайте. Спасибо. Теперь еще кое-что хочу вам сказать. Зачем бы у нее заправлено было? У вас никакая плохая ситуация. Первое, что вы должны понять. Причины уходить не было. Просто он устал, он не тяжелый. Надо побыть одному, подумать, когда отчего. У вас хорошие мужа, вы хорошие. Оснований пока для разрушения семьи нет. Поэтому уйти от вас ему будет трудно. Может вас подскрякают, говорят, давай подойди на развод. Вы говорите, нет, я не буду подойти. Потому что без вас ему будет трудно. Совесть надо переступить. Если ты хочешь совершить грех, надо совесть переступить. А мы ничего плохого не делаем. Поэтому ему сложно будет от вас уйти. Это я вам могу сказать точно. Пока он не решил. Нужно молиться. Нужно молиться, побеждать судьбу и не давать ему добрые отношения с ним к уйти. Стать сильнее вот этой силой, которая вас получает. И если вы знаете, какие-то причины, почему так получилось. Если человек по-доброму не хочет к Богу, значит, будет по-другому. Бог к себе притягивает через страдания. То есть цель сейчас всего этого – это ваша вера. Цель человеческой жизни – это приближение к Богу. Если вы не приближаете, значит, Бог создаст ситуацию, которая заставит вас с ним приближаться. Вот эта ситуация создана. Приближайтесь к Богу. Сдадите свой экзамен, он вернется. Посмотрите, как это работает. Вот сзади вот девушка. Десять лет назад я бросила дом человека, хорошего, и с тех пор… А, бросила, бросила. Плохо? Девушки, вот вы смотрите, какие вы странные. Вот вы нашли себе человека молодого. Сразу начали панукать им, гордиться им. Вам всегда кажется, что вы можете лучше себя иметь. Это такая люди. Девушка, она сама по себе очень такая красивая. Все самое хорошее у нее снаружи. У мужчин все самое хорошее внутренне. У них не видно ничего хорошего. Вот. И поэтому можно ими там понукать, ругаться с ними. Там и так далее. Бросать их. И большинство девушек потом жалеют, что они расстались. Жалеют. Ну и что теперь вы хотите мне сказать? Узна помощь. Какой выход? Десять лет. Да, мой хороший, вот так десять лет проходит, когда начинаются мозги шевелиться и думать, а что же теперь делать? А как у него жизнь здесь сложилась? Он жалеется, родился ребенок, все хорошо. Видите, вот так. Я его бросила, типа, я сейчас лучше у меня будет, а у кого лучше будет потом? У него, да? Лучше становится. Я его бросила, лучше у него стало. Значит, получается, у кого проблемы, у меня или у него? Вот, в этом вопросе надо вот так. Мужчина бросает, конечно, бывает такое, он за это будет отвечать. Женщина, когда бросает, это совсем плохо. Это совсем. Ну, как бы понятно, бывает, когда мужчина бьет, там изменяет, уже невосносимо, она там дистанцию выбрала, срок поставила, ничего не получается, ему приходится бросать. Иногда бывает такое, ну, что делать? И справилась, тяжелая ситуация. Ну, если вот такую фразу я услышал, он хороший человек... Я все осознала, расстраивалась, выбор и сделала. То есть вы спрашиваете через меня у Бога, где следующий? Что такое, я все сделаю, где следует за прошло. Лейтенант, давайте мне следующего. Да? Ты спрашиваешь, у Бога, честь меня. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Отсознание пришло. Одно дело, что меня спросил, когда я выйду замуж. Я ответил, что когда ваши требования к мужчинам, за которых вы готовы выйти замуж, снизятся, а мужчины, которые вам положены по судьбе, станут получше, тогда вы встретитесь. Ну, то есть надо, чтобы вы поскромнее девушки стали, вы слишком много себе хотите. Можно вообще одной остаться. Сначала надо требования их снизить. А кроме того, еще надо работать над собой, чтобы возможности возросли, чтобы твоя судьба стала лучше. Вот тогда и произойдет поспековка «Союз с Аполлоном». Будет «Союз с Аполлоном». Еще кое-что хочу добавить. Для женщины замужество – это всегда социальная победа. Не может социально слабая женщина выйти замуж. За исключением тех случаев, когда она очень молода. Если очень молодая девушка готова выйти замуж, а не топать копытами, тогда, конечно, ей все цветы снега, все приоритеты, потому что в основном молодые девушки думают, «Блин, да зачем мне еще погулять надо? Пожить на свободе? Зачем мне для себя как бы мучить?» Там 17-18. А чем старше, тем притягательно слабее. Поэтому, соответственно, очень молодая, у нее как бы много вариантов. Пожалуйста. Вот. Чем старше, тем меньше вариантов. Все нормальные мужские уже женаты. Остаются только дебилы или те, кому не повезло? Но те, кому не повезло, им надо тоже как-то реанимировать, потому что у них тоже все непросто, у них психическая травма. Женщина должна быть социально сильной. Что значит социально сильная женщина? Это значит, что она не только работает и сидит дома. Это значит, что она входит на какие-то лекции, программы, благотворительностью занимается, что-то всем улыбается, что-то делает хорошее, всех любит, обо всех заботится. Она должна иметь много подружек, потому что в основном человек самый хороший в жизни всегда находит через друзей. Есть несколько способов все это получить. Самый на букву «х» способ получить – это через интернет. Ну, то есть, охреновый. Допустим, познакомилась через интернет, тоже нормально, но это самый плохой способ. Познакомилась на улице уже получше, но тоже ничего хорошего. А вот когда тебя познакомили друзья, вот это уже идет о Бога. И для того, чтобы тебя друзья познакомили, надо, чтобы подружек много было, чтобы они все знали, что тебя надо знакомить. Вот это и есть нормальный уже способ. Или, допустим, работу человека есть. Начел через интернет – самое плохое. Нашел через объявление – получше. Нашел через друзей – вот она, твоя работа. Ну, то есть, всегда, когда Бог дает что-то, Он дает через людей. Самое лучшее Бог дает через людей. Если через людей ты что-то находишь, это признак того, что Бог тебе дает милость свою. Через людей это произойдет. А для того, чтобы через людей что-то произошло, женщина должна людям служить. Она должна не одна сидеть и как бы потолок уковать, а служить людям как всегда. Радоваться им, помогать им. Социальной силы не хватает. Одиночество в сердце у человека. Одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, как определить, что я скоро выйду замуж? У вас не будет одиночества. Она говорит, ну, как у меня не будет одиночества, если я одиноко? Я говорю, одиночество – это не то, что вы не замужем. Одиночество – это состояние сердца женщины. Потому что, когда женщина всех любит, у нее много подружек, она обо всех заботится, у нее нет одиночества. Сначала женщина должна перестать быть одинокой, а потом она выйдет замуж. Понимаете? Потому что нужно, чтобы ты стала красивой. Одинокая девушка некрасивая, она никому не нужна. Если она всех любит, всем рада, то она вся привлекает всех сразу, она привлекательная. Но, как видимо, надо любить природу. Радуются природе, хотя бы солнышку. Такие тоже привлекательные девушки, когда они радуются природе. Но больше всего привлекательные девушки, когда они радуются людям. Всех любят вокруг. Вот, допустим, девушка любит природу, как она выглядит? Она вот так любит. Радуются. 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 Наполнилась природой, стала красивая девушка, что значит красивая, красная девушка, что значит красная. Солнечная, значит, красная девушка, красная, солнечная, так или нет? Красавица, это значит солнце на нее отражено. У мужчины солнце в радость превращается, а у женщины красоту. Она красотой наполнилась от солнца, дальше. Он может сразу перекрутиться в силу, любовь печенки не осталась от своей, она обоваривает лесу, но она красотой наполнилась, что гордый вид храня и красотой маня. Это означает, есть сила, нужно стать сильной. Есть сила природы. Женщина, когда наполняется силой природы, сила солнца вместе превращается в горячий взгляд. Сила солнца в горячий взгляд превращается. Сила солнца превращается в красные щеки, можно, конечно, их искусственно делать, но ничего от этого не поменяется. Это будет увеличение противогаза на лице. Признаков противогаза. Настое время показать надо? Конечно, настало. Бежимся вперед. Вот. И дальше. Энергия ветра. Да, на марафон бегает девушка. Она становится стройной. В ней становится сильный взгляд такой. Смелый. На стройность. Такой сильный взгляд. Летящая походка. Одна нога пишет, другая зачеркивает. Все очень серьезно. Вряд ли можно увернуться от этого влияния. Вот. Энергия воды. Глаза становятся большими. Кожа такая светлая, красивая. Спокойный взгляд такой глубокий. Очаровательный такой взгляд. Наполняем всей энергией природы. Потом наполняемся людьми. Когда девушка служит людям, она всех любит, о всех заботится. Ее все обожают. Она становится абажурчик такой. Ее все обожают. Самое интересное, что все это есть. Благодаря вам. Я работаю с девочками. Принесу на красоту. Просите подружек, что вас познакомят. Есть два типа женщин. Одних очень сильная энергия привлекательности снаружи, но очень слабая энергия привлекательности внутри. У других сильная энергия привлекательности внутри и слабая снаружи. Когда слабая энергия привлекательности снаружи, то зацепить человека сложно. Но удержать легко. Вам тяжело заспить. Поэтому пускай кто-то вам поможет, пускай кто-то познакомит, а вы потом его... И все. Сами видите, не можете познакомить. Значит, пусть знакомят. Хорошо? Такого нет, чтобы вы не можете выйти замуж. Наказание 5 лет длилось. 5 лет, чтобы были наказаны за гордость. Женщина, когда гордится собой перед мужчинами, что хорошего. Чувствует силу свою, хорошо, но гордится Бога. Ваш вопрос? Да. Еще о том, где находится человек на душе. У нас дети говорят по-разному, сердце, шею даже не знаю. Душа в пятках на душе. Садись. Сына. Сына. Многие заслужили ваши. У кафе не проходят. А вы получили такой головный зажим. Мы хорошие не спрашивали. По здоровью много людей сидит. Но что я сейчас буду вам говорить? Вот лекция закончится, подойдете, что-нибудь может посоветовать. Я не могу лечить советами людей. По жизни могу сказать, по здоровью сложно что-нибудь сказать, когда я не вижу человека. Когда, ну, от этого ничего не меняется. Вы не понимаете просто, что болезнь, это как река, она течет. Надо знать, что было до этого, что предвидеть, что будет после. Нужно много чего узнать. Нельзя лечить советами. Никогда не пытайтесь кому-то помочь советами. Вы видите человека, он вам что-то сказал, вы вошли это делать. Это не лечение. Лечение означает, надо взаимодействовать постоянно с врачом, следить за человеком. Не пытайтесь вылечить человека двумя словами. Не надо верить в чудеса. Болезнь не означает работать с человеком, не означает чудеса. У меня ощущение, что я что-то делаю не так, что он не привезет. Может быть, инфекция, кашля, может быть, вирусная инфекция. Подойдите, я посмотрю. В фотографии я смогу привезти, вирус есть или нет. Если фотография свежая. Душа находится вот здесь. Это же так было. Вы что тут думаете? где еще она может закрыть? Душа рядом с телом? Ну, она может рядом с телом быть, если человек умер. труп лежит, она рядом. Какое-то время находится, потом уходит. Какие говорили, уходит в 3-20. А? Ну, где же, что видела железа у нас? Цель будет. Она туда залезла, да? Ну, ладно, я вам сейчас объясню. Сердце у нас такая, не зона. Вот здесь, в той области сердца находится душа. Она окружена таким вот шариком энергетическим. Там находится внутри наш характер, настроение, все вот связано с психикой. А оболочка этого шарика, это энергия памяти прошлой жизни, там, запеченная такая память. Когда эти песчинки памяти выходят внутрь, они выбиваются с помощью энергии и времени, то у нас меняется настроение, здоровье. Я об этом, у нас меня есть лекция по закону кармы. Послушайте, там все подробно описывается, как все это устроено. Душа не меняет свое расположение, она выходит из этой зоны, когда наступает смерть. Она начинает двигаться и потом выходит через одну из чакров из тела. Выходит наружу. Вместе с психическим телом. Сначала психическое тело сворачивается. И разок на моих глазах человек ушел из жизни. Я наблюдал, как у него сначала сворачивалось психическое тело. Я вижу психическое тело. Потом дальше душа сдвинулась вместе с психическим телом с места и начала двигаться. Потом вышла из тела и все это видит. Потом он себя осознал в ней тела. Да, тут процесс происходит. у деревьев душа находится в основании корня. Вот ствол заканчивается, начинается корень, чуть ниже душа. если корень корень снизу обрежет, дерево будет расти. Если сверху обрежет, будет расти. А если основание корня подрезать, дерево не будет расти. Там душа. Вот там, потому что судьба находится. Вокруг души вот здесь судьба. Вот здесь надо изучать свою судьбу. Что у меня на сердце? Что я чувствую на сердце? Вот здесь судьба находится. За душой болт находится. Можно плохо почувствовать внутренне себя. Это совесть. Когда выполняешь все правила жизни, делаешь все правильно, Бог тобой доволен, ты начинаешь его чувствовать. А если Он тобой недоволен, то Он отворачивается от тебя, ты его не чувствуешь. Начинаешь делать глупость в жизни. А вот если деньги потом перекрываются, то Бог тогда недоволен? Деньги надо притягивать. То прикрываются надо это если не умеешь вот так надо послушать много сейчас как притягивать деньги. вот так примерно они рассказывают об этом. Денежный поток когда перекрывается. Смеяйтесь нас дурят как не знаю кого вы все это слушаете. Бывает у человека хороший период у него нормально идет с деньгами а бывает плохой период? Плохой период предназначен для того чтобы развиваться а не для того чтобы бунтовать и притягивать деньги. Если перекрыт поток денег значит это время для внутренней работы а если идет поток значит что время для внутренней работы закончилось началось время для внешней работы. У нас всегда все меняется внутри работаем или вне поэтому то больше денег в жизни то меньше денег. В целом все эти вопросы вы можете узнать в моих лекциях все они раскрываются подробно есть много лекций на разные темы послушать поизучать хорошо у вас очень пытливый ум вы по природе человек который должен давать знания людям поэтому вы начали этим интересоваться у вас очень такой систематический подход вы так а это как где душа находится некоторые говорят что душа находится и любовь вместе там где внизу и сексом занимаются некоторые говорят что вот здесь а где вы Олег Геннадьевич некоторые говорят вообще душа снаружи тела находится а некоторые говорят что ее нет вы 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 находится вы где находится да все вы душа я здесь сердце тебе не хочется покоя сердце как как хорошо на свете жизнь сердце как хорошо что ты такое спасибо сердце что ты умеешь так любить вы любовь или знание или сила что вы человек что это любовь или знание или сила что это что человек человек это любовь здесь любовь находится но сердце там и душа находится вот здесь сердце там где любовь там и душа человек за сердце хватает мне хорошо с тобой вот здесь хорошо вот здесь находится не вот здесь не вот здесь а вот здесь любовь где находится вот здесь у некоторых ученых мнение такое что любовь находится ниже и человек произошел из обезьяны они считают что вот там ниже основа всего мироздания если на обезьяну посмотреть она зоопарке сидит она тоже тебе покажет на одно место когда ты с ней знакомиться называется обезьянье философия центр жизни находится ниже значит обезьянье мышление не человечество человек это звучит гордо я когда вам ехал я сначала из Краснодара надо было в Сочи ехать когда я в Сочи ехал я долго там дорога идет поиск и едет перед морем и когда ты любуешься на море иногда там много купается людей иногда встречаются обезьяны бесшельств потому что когда человек ходит раздетым то это он не похож на человека они себя называют нудистами на букву М на самом деле вот 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 но если говорить по существу то это люди которые потеряли человеческий облик в следующей жизни они родятся именно так как они ходят по пляжу потому что человеческая жизнь предназначена для чистоты для совести поэтому человек покрыт одеждам потому что он выше он выше чем животное но когда человек из себя делает животное то он и родится животным в следующей жизни какому бытию человек бы не стремился то и он и получает а в целом закон кармы перевоплощение очень хорошо описан вы собственными песни которые мне очень нравятся это очень важно потому что я начал изучать эту тему почему у людей всю жизнь у некоторых страх у других беспокойства у третьих всю жизнь сила и смелость это все зависит от того в каком состоянии ты ушел из жизни в момент смерти определенная эмоция застывает в сознании эта же эмоция будет преследовать тебя всю жизнь следующую вот допустим когда вы уходили из жизни в прошлой жизни у вас в момент смерти была эмоция я не понимаю что же мне делать как мне жить и в этом состоянии желание понять ушли из жизни и вы с детства теперь хотите понять всю жизнь и поэтому какая бы эмоция не застыла у человека в сознании в момент смерти поэтому человек должен жить так чтобы у него какая-то чистая светлая эмоция застыла в момент смерти тогда и жизнь следующей такой будет а если он в дерьме уходит из жизни а если он бессовестно поступки совершал в страхе каком-то, в отчаянии, в злобе то значит в этих состояниях будете жить всю жизнь понятно? в момент смерти это кульминация жизни все что в момент смерти происходит так будет в следующей жизни кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса кто ни во что не верит, даже в черт у нас совсем хорошее время ее придумали индусты что мы от оконцы не убираем нас совсем стремилась и смешать твоя родишь со мной со мечтою но если же ты, как семья, оставишь своею пусть сквозно смотрят на тебя привыкли не уходи с ним досадно, что ж родишься вновь на плотности гораздо а если видел смерть врага и все в приятной жизни в другой тебе это ровно будет верный звук и глаз живи себе нормальненько есть полный веселиться ведь может быть в начале никак душа твоя вселиться и с каждым годником родишься вновь барабам а после из прораба до винистра грознешь но если тут, как дерево родишься пау-папам не будешь пау-папам тысяч лет, пока помрешь до самого попуга ему нужно жить катюка и старинным векам и лучше ли при жизни быть приличным человеком так кто есть кто-то, кто был кем мы никогда не знаем но мы бы кем-то станем все задумывайся о том ведь может тот обрезать вот мы раньше не надеяем а этот милый человек был раньше добрый в соке от восторга прыгаю я обхожу искусы понятно? радость возникает, когда знание будет всего восторга прыгаем ладно кто со мной не говорил еще? вы не говорили? давайте спрашивай я хотела спросить про работу я сейчас работаю, у меня очень хороший коллектив а вы хотите еще лучше да? ну я хочу уменить сферу деятельности вы спрашиваете? надоело там работать ну женщины периодически надоедают что-нибудь новенькое хочется да? а где вы работаете? ну я у меня с экономическим сферзаклоном деятельность я работаю с комплективом женщина для счастья жердина а кто заработалась никакого счастья да? я хочу работать с детьми никаких денег не будет я знаю но все равно говорят это правда бранище потому что коллектив очень хороший боюсь вопросов да в этом не теряйте не стоит уходить да? нет, потому что у вас сейчас плохой клиент вы устали над работой копится динамическое напряжение в психике и надо просто длительное движение совершать его приобревать и все вы устали просто когда женщина устала ну я не хочу все все после работы сидя работу бросила и все ну сидячие вот ходите на улицу а потом можно через какое-то время поменять? нету так и сидите на это работа там же нормально нормально платят нормальные не очень там маленькая заплата бюджет да какие еще варианты кроме работать с детьми ну методическая работа тоже документами ну вот там будут деньги можно да сейчас уходить или сейчас нет сейчас плохой период если сейчас идут ничего не найдете вообще можно уходить через 3 месяца если маленькая зарплата есть основания можно найти получше работу чтобы была лучше зарплата но сначала надо найти лучше работу потом уходить вот когда запомните простую формулу когда сильно по часу уходить в это время уходить не надо потому что это плохой период вот надоело особенно жизнь ну не ходила не хочу больше там работать коллектив хороший все нормально ну надоело сиди терпи муж хороший надоело с ним жить сиди терпи может пожить терпи если хочешь если он согласится женщин так нравится быстрее что-нибудь сделать а потом думать что произошло так не надо жить это опасно не а хотелось бы работать с детьми помогайте вы научите но не будет денег не знаю но все равно без денег невозможно муж есть нет все тогда вопросы на секунду пусть зарабатывает что хотите с детьми связаться на свидетельстве с детьми вы когда кого-то спрашиваете если вы не верите то вы должны тогда услышать ответ я ведь уже два раза вам повторил спасибо большое а если вы хотите проверить мои способности то идите и поработайте с детьми денег не будет а мужчина будет сказать мы сами говорили еще потом будет петь добрый день ну у меня в девятнадцатом году очень сильная меня до сих пор еще после этого остались суда очень сильно меня охотно в суд нет ушла жена сюда а здоровье коронавируйте нет инфаркт инсульт диабет операция в течение трех лет вот пятый год я пока восстанавливаюсь но металлической почитали нет надо почитать начать очищать организм по металлически я хочу узнать восстановиться до такой степени как я понимаю что прошлое без знания не восстановишься да так ну и отношения вы просто поймите что вы под болезнь понимаете одно а болезнь на самом деле это совсем крутое болезнь это не физическая энергия вот врачи лечат печень там почки они говорят почки болят от того-то в организме а на самом деле это все неправильное есть психическое тело оно дает энергию вот допустим а если度 печень не хватает она сеции слабой оно с 올audания качество целый плач улицы потому что она сладит но если бы она была сильная по июляне почему онаслабой потому что в нее поступает меньше энергии почему поступает меньше энергии потому что так действует старость с возрастом в результате влияния событий и у человека начинают копиться психические блоки, то есть нарушается движение энергии. Движение энергии в организме можно усилить, пробить эти блоки с помощью аскез, то есть определенных действий на природе. Энергия, которая движется в нас, это и есть энергия природы. Именно она дает здоровье. Здоровье дает вот там, в которой энергия движется, в которой солнце. Вот я сегодня постоял в воде, закрытыми глазами посмотрел на солнце, в меня зашло здоровье. Я знаю, как это происходит, я вижу психическое тело. Знаю, как оно прочищается. Но так как вы не знаете, как делать этот аскез, вы не можете. У вас просто другой период. Он стал лучше, потому что стало легче. Но болезни от этого меньше не стали. Нужно делать все правильно. Нужно очищать свое психическое тело с помощью аскез. Нужно неподвижное положение тела. Нужно длительное движение. Нужно пост на воде. Нужно контакт с водой, с солнцем и так далее. Но я сейчас на работу с Роса научусь такой... Постоянно на отдыхе. Это хорошо. Но вам все равно надо почитать пентачки. Понял. Потому что все равно вы не сможете правильно все сделать, если вы не знаете, как. Ну да. Блокомерный взрыв. Потому что есть блоки определенные, они никуда не делись. Третий слой связан с сосудами и мыслями, поражен. Почему третий слой кровь пострадал? Потому что была очень серьезная умственная работа. Перегрузка на третьем слое была постоянной. Пришел плохой период. Сосуды не выдержали. Засекло. Конечно, потому что блоки остались. Вы говорите, я все нормально делаю. А я вам говорю, нет. Потому что я вижу эти блоки. Они как были, так и есть. Просто сейчас период лучше. Если бы наступил плохой, то опять было бы блок. Блоки никуда не делись. А сейчас хорошее? Пока да, еще полтора года. Есть, чтобы металлический почитать и начать, и обещать. И для них. Понятно. Спасибо. Непонятно. Понятно всегда бывает позже. Ну, осознание, что это позже. Когда люди со мной общаются, у них есть два варианта. Или попробовать, как будет. Или послушать совет. Особенно, если это касается здоровья. Поэтому почитайте методичку, начните все делать, как там написано. И увидите результат. Ваше качество жизни через полгода уже будет другим. Совсем. И запомните, у вас поражен третий слой. Он поражен статическим напряжением, динамическим напряжением и токсином. И всеми тремя видами блоков. Поэтому там у вас засада. А третий слой связан с сосудами, мышцами и суставами. Вот это есть. Поэтому все это находится в зоне очень сильного поражения, решения. Это решение в организме. Особенно сосуды. Поэтому надо читать методичку, все выполнять четко, как там написано. А с зимой у меня отношения и наладится. Ну, смотрите как. Когда вы их воспитывали, были очень категоричным человеком. И они запомнили это. Сейчас он возвращает назад. Осадочек вам создаёт. Ну, и значит, если вы осознаёте, значит наладится. Конечно, наладится. Почему нет? Надо быть добрым человеком. Если сейчас подобраемся, то и тут всё наладится. Почему не наладится? Отношения с женой расстаются в этой шесть, что два года назад она замуж уже вышла. Ну, как значит, что надо это будет сказать? Надо себя сначала восстановить, статика. Молодым, крепким, сильным, здоровым и... Жениться. Нет. Жениться проще не надо. А что вы тогда женщине хотите? Если вы не хотите жениться, тогда чё вы не хотите? Женщинам надо брать замуж. Иначе не надо их трогать. Мне нравится просто отношение. Надо замуж всем. Нужна защита. Им нужно, чтобы ответственность за них мужчина взял. С них жил. Вот эта природа женщины так устроена. А если человек заранее не хочет жениться, а это опасность человека-женщины, он их обманывает тогда. Слежишь на банку и сможешь получать наказание, Бог. Почувствовал. Я понял, о чем я говорю. Ладно, хорошо. Почувствовал? Прекрасно. Да-да-да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова